Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка-2016» приглашает за подарками для близких людей к грядущим праздникам. В этот раз проект объединяет более 1500 участников из 65 регионов России. В выставке «Ладья. Зимняя сказка» принимают участие творческие объединения и самостоятельные художники, которые бережно хранят традиции русских народных промыслов. Здесь можно найти изящную ростовскую финифть, хрупкий кжельский фарфор, невесомое вологодское и елецкое кружево, палевскую и федоскинскую миниатюру, псковскую керамику, изысканную ярославскую майолику, впечатляющие изделия холмогорских и тобольских резчиков по кости, произведения торшковских золотошвеев, златоустовское и тульское художественное оружие, павловские столовые приборы и многое другое. У зрителей также есть возможность понаблюдать за созданием участниками конкурса «Русь мастеровая» предметов народных промыслов в режиме реального времени, познакомиться с историей и достопримечательностями того или иного региона, посетить мастер-классы и концерты. Выставка «Ладья» – это ожившая сказка, позволяющая соприкоснуться с богатством русской традиционной культуры. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. Выставка работает с 15 по 17 декабря с 10.00 до 19.00, 18 декабря с 10.00 до 16.00. Адрес выставочного комплекса «Экспоцентр» – набережная Краснопресненская, дом 14, ближайшее метро, выставочное и деловой центр. В Москве открылась выставка «Сказочная мастерская кинематографа». Здесь предлагают вспомнить любимые экранные произведения и рассмотреть костюмы известных персонажей. Она проходит в музее декоративно-прикладного и народного искусства, где можно увидеть костюмы, которые носили герои фильмов, снятых на киностудии имени Максима Горького. «Огонь, вода и медные трубы», «Варвара Краса, длинная коса», «Морозка», «После дождичка в четверг». В экспозицию входит несколько десятков раритетных нарядов из известных волшебных картин. Так, к примеру, здесь можно увидеть футуристический плащ Кощея Бессмертного, серебристый халат Шаха Бабадура, кафтан Васи, зипун царя, традиционный русский кафтан Ивана, наряд атамана-разбойников. Дополняют выставку всевозможные аксессуары корона царя Еремея, сумка советницы Водянова, перчатки Квака, сапоги Водокрута. Экспозиция дает возможность разобраться, как создается экранный образ героя и оценить мастерство советских художников по костюмам. Время работы выставки. С 16 января, понедельник, среда, пятница, воскресенье, с 10.00 до 18.00, четверг с 10.00 до 21.00, суббота с 12.00 до 20.00. Адрес Музея декоративно-прикладного и народного искусства, улица Делегатская, дом 3, ближайшее метро, Цветной бульвар, Новослободская и Маяковская. Продолжим артефактами земель славянских. В предыдущих выпусках мы уже рассказывали о скифском золоте, которое демонстрировалось на выставке в Амстердаме. Напомню кратко, о чем шла речь. В феврале 2014 года 4 крымских музея направили в Бонн, а потом в Амстердам, выставку «Крым. Золотой остров. Черном море». Также в составе выставки были экспонаты из музея в Киеве. Поскольку Нидерланды не признают присоединение крымского полуострова к России, возник вопрос, кому возвращать коллекцию после закрытия выставки в августе 2014 года. В среду 14 декабря стало известно, что суд Амстердама принял решение о том, что скифское золото из крымских музеев принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев. Директор музеев Кремля Елена Гагарина сочла обоснованным решение суда по скифскому золоту. По ее словам, все вопросы музейных экспонатов о принадлежности конкретному музею должны решаться уже после того, как предметы вернутся владельцу. Существуют нормы международного законодательства, которыми музеи Московского Кремля, как и другие музеи, руководствуются в своей международной выставочной деятельности. Разрешение на вывоз любого предмета за границу выдает Министерство культуры Российской Федерации на основании государственных гарантий, которые представляет принимающая сторона, продолжила Гагарина. Директор заметила, что если таких гарантий мы не получим, ни один предмет из музейного фонда не покинет территории Российской Федерации. В центре Москвы на территории Зарядья археологами найден уникальный охотничий деревянный лук 16-17 веков, наконечники стрел и каменное ядро. По словам руководителя Департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, Зарядье не перестает радовать нас своими находками. Этим луком пользовался либо охотник, либо ополченец. Следует отметить, что это первая такая находка в Москве. Второй подобный лук был найден ранее в Великом Новгороде. Он также отметил, что были обнаружены фрагменты каменного пушечного ядра и фрагменты изразцов. По его словам, на изразцах изображены сцены осады города. Также в Зарядье недавно был найден фрагмент кольчуги, что говорит нам о социальном статусе воина, который ее носил. Кольчуга – это очень дорогой элемент амуниции, позволить его себе мог только знатный богатый воин, сообщил Емельянов. Строящийся парк Зарядье и Москворецкую набережную соединит подземный переход с археологической экспозицией, предметами, найденными во время раскопок Зарядье. Площадь экспозиционно-выставочного пространства составит более 300 квадратных метров. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Москве 24 декабря с 11 до 22.00 приглашают на празднование Рождества Божича. Празднование посвящено тому, чтобы очиститься от страхов и внутренних преград, сконцентрироваться на своих желаниях и целях, получить поддержку рода и высших сил для реализации задуманного. На празднике можно поучаствовать в мастер-классе по созданию оберегов, приготовлению традиционного рождественского стола. Также в программе праздника игры, плясы и песни. Адрес мероприятия – город Москва, улица Авиамоторная, дом 44, строение 1. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В Уфе 21 декабря Центр творческого развития Тибет приглашают изготовить обережную куклу Спиридона Солнцеворота. Ее делают в дни зимнего солнцестояния, чтобы помочь солнышку набрать силу и покатиться в сторону весны. В это время совершали разные обряды и славили Спиридона. Спиридон по воротам колеса может изменить жизнь, направив ее в нужную сторону. Может события вперед подтолкнуть, перемены позвать. В делах он хороший помощник. Солнце как колесо судьбы вертит, старое прогоняет, новое призывает. Куклу Спиридона делают те, кому важно управлять своей жизнью, взять руль жизни в свои руки, найти свой путь. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. Заключение поведаем на запланированных эфирах на следующую неделю. 20 декабря – вторник. Школа родовой мудрости. Автор-соведущий – Сурияр. 21 декабря – среда. Каледа и зимний день Перуна. Автор-соведущий – Дорислав Стариков. 22 декабря – четверг. Родовая память и обрядовые праздники. Автор-соведущая – Лада Ведунья. Каждую пятницу в 12 часов по московскому времени в эфир выходит стол заказов и повторяется в 3 часа в субботу. По дальневосточному времени в 21.00 в пятницу и по вторым в 5 и в 12 часов в субботу. Вы можете поделиться хорошим настроением, передав теплые слова и красивую песню добрым людям. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше! Желаем всем добра! Народное славянское радио Все нужно, все важно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова